Единственное для визиря. Дарья Ратникова. Читают Алина Рай и Сергей Демидов. Единственное для визиря. Единственное для визиря. В Ирхане нет будущего. Только смерть. Или то, что страшнее смерти. Эмет Альбаар. Визирь самого Шейма, повелителя всего Ирхана, был с утра сильно не в духе. Шейм хотел сделать сюрприз. Эмет видел его мысли. Читал как на ладони. За столько лет он успел узнать повелителя очень хорошо. Досадно было смотреть на все эти уловки. Как будто он убежал бы, зная заранее, в чем заключается сюрприз. Эмет, мой дрожайший друг. Шейм повернул к нему свою маленькую голову на полной короткой шее. И заговорчески подмигнул, со смаком кладя в рот крупную ягоду Калиша. Ты знаешь, я всегда любил тебя. И сейчас у меня единственная мысль. Лишь о тебе, моем первом и дражайшем советнике. Но я уже говорил тебе неоднократно, что холостой визирь вне традиции Ирхана. Сегодня же я подарю тебе любую из наложниц на выбор. Ты понял меня, дорогой друг? В голосе Шейма слышалась легкая угроза. Настолько легкая, что кто-то иной, кроме визиря, и не заметил бы ее. Но недаром он знал повелителя столько лет. Изворотливый, как мелкая горная змейка Сармари, и такой же пакостный. Я понял вас, мой повелитель. Амло начнулось. Было темно, пахло восточными пряностями и еще чем-то неуловимым. Пойдем, деточка, я приведу тебя в порядок. Это дом повелителя? Дрожащими губами выговорила Амлон. Что ты, Аим, с тобой? Это дом моего сына. Пойдем, я приведу тебя в порядок. Сегодня ешь, пей, отдыхай, а завтра пристанешь перед повелителем. А зачем я ему? Ты смеешься. Повелитель любит красивых девушек, самых лучших отбирает к себе в гарем, остальных куда придется. Но я не хочу в гарем. Какая ж ты еще глупая, вздохнула женщина. Ты просто поверь, быть наложницей повелителя – это лучшая участь, которая ожидает такую красивую девушку, как ты. Но я не хочу быть наложницей. Ты упряма, как два экла. Упрямых повелитель не любит. Ему нужны покорные. Упрямым дорога туда, куда ни приведи, а им попасть. Двери, обитые золотой парчой, начали медленно открываться. Красивые девушки сжались сиротливо в куче, забитые с несчастными взглядами. Да, участь этих красавиц в гареме повелителя будет незавидна, как и вообще участь всех женщин в Ирхане. Ну что? Шейм посмотрел на девушек, плотоядно улыбаясь. Выбирай любую. Я сегодня добрый. Визирь прищурил глаза. Из толпы выделялась девушка в голубом платье, гордая и несчастная. А еще красивая, дикой красотой, которой почти не знают покорные женщины-ирханцев. В гареме ее сломают и растопчут в пыль. Что-то похожее на жалость шевельнулось в душе Эмета. Вот это, указал он на рабыню, а потом спросил. Откуда она? Из Тарса, полагаю. Ты же знаешь, поход был удачным. Шейм насмешливо посмотрел на визиря. Он ожидал все пятнадцати лет, пока тот оступится. Ходить по лезвию и не оступиться невозможно. Так долго первым советником не задерживался никто. А что, тебе очень понравилась эта девушка? Что-то напомнила? Здравствуй, госпожа. Амлон от радости бросилась обнимать девушку. Они с ней примерно одних лет и, может быть, даже из одних мест. Она, наконец-то, нашла ту, с которой сможет поговорить по душам и обсудить план побега. Как тебя зовут? Ирис, госпожа. А как ты сюда попала, Ирис? Я не хочу об этом вспоминать. В глазах служанки мелькнула тоска. Я привыкла к этому месту и к этому дому и не хочу ничего другого. Теперь не хочу. Голос ее прозвучал глухо. А ты... Ты никогда не думала сбежать? Думала и даже сбегала. Я была слишком глупа, чтобы думать о том, что будет потом, когда меня поймают. Госпожа, никогда не пытайтесь сбежать. Амлон ела машинально, глядя в тарелку, и поэтому едва не подпрыгнула, прикусив себе язык, когда услышала сказанное мужским голосом на чистом торсийском. Вкусно? Она подняла голову и едва не упала в обморок. Напротив нее на ковре, поджав под себя ноги, сидел ее хозяин и господин, которому вскоре, видимо, предстояло стать ее мужем. Так я спрашиваю, вкусно или нет? Господин визирь нахмурился. Видимо, она разозлила его. Взяв себя в руки и стараясь ничем не выдать страх, Амлон постаралась ответить как можно спокойнее. Да, господин. Ты врешь. А ты знаешь, какое в Ирхане положено наказание за ложь? Нет. Тридцать ударов плетьми для мужчин и двадцать для женщин. Вы поели, госпожа? Я унесу подносы. Постой, Ирис! Рискнул Амлон. Да, госпожа. Ты не знаешь, где можно наточить вот это? И она показала служанке нож. Опасную игру вы затеяли, госпожа, покачала головой Ирис. Но на кухне есть точильный станок. Только лучше бы вам смириться. Амлон отступила к кровати, где под подушкой лежал спасительный нож. Повелитель всего Ирхана дозволил мне делать все, что угодно, чтобы к свадьбе господина визиря ты, ничтожная рабыня, не опозорила его. Ах ты, гаирское отродье! Я скажу господину визирю, пусть тебе всыпят плетей. Что вы хотели сказать мне, госпожа Кама? Амлон вздохнула и нащупала нож. После бракосочетания с этим страшным человеком придет время воспользоваться им. Вдруг скрипнуло дверь, и на пределе слуха она услышала шаги. Сердце забилось, стало страшно, она резко повернулась и отпрянула от окна. Он медленно подошел к постели и взбил подушки. Потом поднял глаза на нее. «Подойди сюда!» Услышала она приказ. «Нет, ни за что она сейчас не пойдет к нему». Несколько минут она стояла молча, только сердце стучало так, что, казалось, сейчас разорвется. «Подойди! Или ты оглохла!» В его голосе она явно услышала недовольство. «Пусть лучше убьет, но она не пойдет к нему». Амлон начала отступать назад. Все дальше и дальше, пока не уперлась в стену комнаты. Тогда, одним быстрым движением, она выхватила нож и выставила его перед собой. «Не подходите ко мне!» Руки тряслись, в глазах темнело, не уронить бы нож. Нож задрожал в руке, она замешкалась. Потом все-таки попыталась сделать выпад неуклюже и... Вот так!